Друзья, мы сейчас пол седьмого утра, и вон там вот машины эти заработали. Уборка здесь работает. Я думал часа четыре, наверное. Оказывается уже пол седьмого, представляете? Смотрите, видите, свет горит, да? Это второй или какой-то там этаж. А вон лампочки, видите, красные. Это вот как бы самый верх, можно сказать. Но не макушка, а именно верх. Поспал, все нормально. Единственное, реально ночью, конечно, холодно здесь говорить нечего. То есть холодно есть холодно. Холодно. Правда, защищенно холодно. То есть я защищаюсь, но иногда такие моменты выходят, когда холод проходит, и приходится как-то съеживаться. Вот такая тема. Ох, как же здесь все-таки хорошо. Когда было холодно, я говорю, это просто невозможно. Сейчас я говорю, как здесь хорошо. Вот так, видите, человеческие настроения меняются. Здесь просто такой свежий-свежий воздух стоит. Смотрите, еще птички стоят. Уже начали петь. Ничего не забыл, посмотрел. О, смотрите, друзья. Кто вам еще покажет Эйфелеву башню в такую рань. Смотрите, утро наступило. Собрал я свой этот, свой саквояж, в общем, собрал. У меня тройная идет. Сначала кладу вот этот дождевик у меня есть, да? Когда дожди были, такой конкретный притом. Ну, он такой специализированный дождевик. Так, сейчас я вот там сменю свои эти. И сначала я кладу дождевик, потом я кладу плед. Плед у меня обычный плед, который со мной уже 9 тысяч лет. Вот, он такой теплый, хороший он. Ну, в данном случае он, конечно, как бы... Я почему сначала кладу дождевик? Потому что, когда кладешь просто плед, то намокает. Плед намокает. И потом уже, потом уже мешок, естественно, да? Ну, то есть, сам уже мешок ложусь. Вот такая вот жизнь здесь. Вот таким вот образом начинается в Париже утром жизнь. Эти приезжают машины, выставляют свои сувенирчики. Смотрите, голуби. Такое количество голубей, притом белые все, смотрите. Вообще красота. Вот такое вот утро сегодня. Что, я вас поздравляю всех. Жизнь начинается. Слава Богу. Жизнь прекрасна. Жизнь замечательна. Пишите, как у вас дела, чем занимаетесь. Вот, покажу вам сегодня много чего интересного. Надеюсь, если получится. Хотя, в принципе, что тут интересного может быть. Встал здесь, поспал. Надо поесть. Надо попить. Надо, естественно, более-менее себя в порядке содержать, да? Чтобы не превратиться. Пока до солнечной Калифорнии доеду, чтобы не превратиться в какого-нибудь этого бедуина, нищего. Вот. И дела. Но жизнь продолжается. Это, конечно, не солнечная Калифорния, это не Голливуд. Вот посмотрите сейчас внимательно, посмотрите. Вот видите, вот рядом со мной, видите? Вот есть кто-нибудь, хоть одна персона рядом со мной есть, которая говорит, экскюзмуа, месье Анзор? А может быть, вы посмотрите вот в этот вот сценарий? Может, вам вот эта роль понравится? Но нету такого, нету. Никто не подходит, никто ничего не предлагает. Ни красных дорожек, вот, ни... Вот одни только эти ходят, продавцы разного барахла, которые во всех странах ходят. Наверное, в солнечной Калифорнии они тоже будут ходить. Так, ладно, сейчас мне надо что-то решить с этой зарядкой, и будем идти вперед. Еще надо умыться, еще надо поесть. Все, банная моя, патчанга полная. Двигаемся вперед. Смотрите, вот только что взял, новые носки сменил. И такой штука, помыл ноги, спиртом. И сменил на чистые носки, воды нет. Такой, друзья, мой у меня сегодня завтрак. Так что всем, кто ест, вас ждем. Приятного аппетита. Видите, потихоньку солнце встает уже. И жизнь. На райончике у нас начинается. Сижу. Завтракаем. Фрукты вообще очень полезны. Притом они энергию дают. И силу дают, чтобы двигаться. Вот так вот, хотел вам показать. И какое количество утратил своего завтрака. Банды мои, вы меня лишили витаминов на целый день. Ну ладно, я вам прощаю, но все-таки моя родная банда. Что уж там. Что уж нам делить-то, как говорится, да? Что, ладно, сейчас перекушу и пойдем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил сalkи. КОНЕЦ Библиотека Жоржа Пампиду. Сейчас попробую сюда зарулить. Обычно там саквояжем не пускают. Но я сделаю вид, что это очень маленький саквояж. И возможно получится попасть. Видите как, народные французские инструменты. Смотрите какое исполнение, какой звук. Вот так вот. Ох ты, здесь как обычно. Вот где, друзья, учатся. Вот где знания есть знания. Ценят. Посмотрите какая очередь стоит, как обычно. Да. И это все вот в эту вот библиотеку. Вот такая огромная очередь. Вот таким образом выглядит она. Здесь можно интернет сидеть. В общем здесь такой конкретный центр. Центр Жоржа Пампиду. Заходить сюда лучше с черного входа. Я думаю, как этот мост еще не рухнул. Посмотрите, люди подходят. Постоянно. Все новые, новые замки надевает уже. За этих сколько. Вот здесь вот, друзья мои, идут поезда на Лондон. На северном вокзале находимся сейчас. Город Париж. Ну, поезда-то идут. Если можешь на поезд попасть, то поезда идут. Вот такая вот здесь ситуация. Видите, он там закрыт, открыто. А вот здесь вот уже закрыто. То есть, надо показывать все, что у тебя есть. Если у тебя есть, что показать, конечно. Какие дела здесь? Вот таким вот образом выглядит северный вокзал у нас. Гарден Орд в городе Париж. Торчу здесь у вокзала. Здесь вот такая вот обстановка. Смотрите, то ли митинг какой-то, то ли какое-то выступление. Какие-то движения происходят. Какие-то движения происходят. Какие-то движения происходят. И таки калюру, на трех, а дальше о севере. В общем, северные гости. Ну что, банная моя, очередной вечер наступил на моем райончике. Какая у вас здесь обстановочка смехничек. Видите, не знаю, видно, лет здесь большое количество людей сидит. Вот все как обычно. Вот этот чувачок, видите, пошел. Вот он разносит пивас, винчик разносит, в общем, раздал. Алкогольные напитки. Цены я не знаю. Я вот пью воду. Вот, у меня есть вода минеральная. Кстати, я сегодня взял минеральную воду, другую. Такая просто вообще супер вода с газом. Не знаю, как называется, но вода просто четкая вода. Вот. Такая вот обстановочка. Сегодня был очередной день. Такой насыщенный. Вообще все дни очень насыщенный. Потому что просыпаешься практически во сколько, в 6-7 часов, да? И до позднего вечера, ну вот сейчас сколько часов? 10-11. До вот этого времени весь день находишься на движении. То есть то туда, то сюда. И этот Париж просто поглощаешь. Просто поглощаешь. Говорит, давайте я вас еще напою. Напою, говорит, напою. Вот. В общем, вот такой вот Париж. Насыщенный Париж. Насыщенный, насыщенный, насыщенный. Башня, как всегда, очаровательна. Как всегда, красива. Так вот лежишь, любуешься, думаешь разные вещи. В общем, такая вот жетуха банная здесь приходит. Ладно, я буду беречь батарею. Хоть по чуть-чуть я снимаю. Друзья мои, видите, вот я сейчас лежал так нормально, так заснул. И дождь пошел. Ну, такой небольшой дождик, но он конкретно так идет. Я сейчас наверх смотрю, я не знаю, это видно, нет. Наверху вот облако это зависло. И вот оно капает сюда. Сейчас башню вот эту включили. Ну, точнее, вот эти огоньки включили. Они здесь меняются. Сейчас это тоже погаснет. Это пару минут будут вот эти огоньки. Потом это погаснет. А вот все, видите, погасло. И в час ночи уже башня полностью. Вот. Потушится. И можно будет уже нормально так дрыхнуть. Вот такие вот дела. Башня погасла, Павловна. Что, всем спокойной ночи. Батчанка полная.